Осенью 1999 года Россия узнала, что такое настоящий терроризм. 4 сентября в Буйнаксе взрывается жилой дом. Под обломками гибнет 64 человека. 8 сентября аналогичный взрыв девятиэтажного дома в Москве. Погибло 100 человек. Через 4 дня, 13 сентября, опять же в Москве, на Кожировском шоссе взрывается восьмиэтажный дом. Гибнет 124 человека. Еще через 3 дня террористы взрывали, как оказалось, последний дом в Волгодонске. Погибло 19 человек. За первые две недели сентября 1999 года в четырех взорванных многоэтажках прервались жизни 307 человек. Такого в России еще не было. Страну охватила паника. Бесконечные проверки и обыски. В отборах дежурят добровольцы. Люди засыпают в своих постелях со страхом не проснуться утром. Несмотря на то, что никто не берет на себя ответственность за теракты, российские спецслужбы тут же обвиняют чеченских боевиков. Те, кто формулирует эти задания, дотовит взрывчатые вещества, их доставляет сюда и, в общем-то, прорабатывает эти планы, находятся, видимо, в пределах Чечни. Реакция власти следует незамедлительно. Тогда еще председатель правительства Владимир Путин немедленно начинает бомбардировку Чечни. Новую войну в Чечне Путин оглашает ночью на обломках одного из взорвавшихся московских домов. Человек взбирал, он растут. Мне кажется, никогда не встречается на футболе. Нормально. Живые, видные. Ни в чем не повинны. Ночью. Абсолютно в голове не укладывается. Невероятно. Это не человеческая жестокость. Просто мы должны понять, что... Что мы должны противостоять... Этому можно противопоставить только силы. Без этого нам не... Ну, просто нам государство не сохранить и людей не сохранить. На следующий день он огласит эту войну публично. Своей знаменитой фразой про сортиры. Мы и сортиры их за мужем, в конце концов. Все, вопрос с открытой кончетик. Общественное мнение быстро переключилось со взрывов домов на активные военные действия в Чечне. Рейтинг Путина рос шальными темпами. Он уверенно шел в кресло президента, уничтожая чеченского врага. Он начал войну. И причина тому весома. Взрывы русских многоэтажек с чеченскими парнями. Вот только кроме заявлений правительства, никаких доказательств причастности к взрывам домов чеченских террористов не было. Что интересно? Интересно то, что до сих пор не доказано, что это чеченцы сделали. Хорошо, я говорю, согласен. Определили мы народ чеченцев. Но покажите конкретного чеченца, который взрывал, подкладывал, что-то сделал. Покажите его. Показывать не могут. Кроме официальной правительственной версии существует и другая, совершенно противоположная, которая по доказательной базе значительно обходит официальную чеченскую версию. О причастности российских спецслужб к терактам 99-го года заговорили после того, как 22 сентября, когда 4 взрыва унесли уже более 300 жизней, в Рязани произошла странная история. По сей день рязанское дело является самым охраняемым секретом кремлевской власти, так как оно ключевое звено иной версии. Звено, которое доказывает, что именно эта версия вполне может быть правдой. И после этого вся история прихода к власти Владимира Путина предстает совсем вином в свете. Историю разведки мы знаем по истории двоечников, то есть разведчиков, которые провалились. Вот точно так же и здесь. Вот ФСБ провалилось. Провалилось на попытке подрыва дома в Рязани. Рязанский эпизод, он все-таки тянет уже на то, чтобы быть учебником. Вот мы знаем все, да, на какой машине ехали, сколько человек, когда, как закладывалось, когда закладывалось, на какое время стоялся таймер. Абсолютно исключаемый, конечно же, что именно после провала в Рязани прекратились террористы. Рязанским делом интересовался тогда еще независимый телеканал НТВ. В марте 2000 года была показана программа «Независимые расследования», где основные действующие лица высказывались абсолютно свободно. Благодаря этим кадрам можно восстановить то, что произошло в Рязани. Рязань, 22 сентября 1999 года. В 21.10 жители многоэтажного дома замечают странную сцену. Двое мужчин и одна женщина выгружают из машины и переносят в подвал его дома какие-то мешки. Второй подозрительный момент. У белых «Жигулей» на госзнаке цифра 62 «Рязань». Написано на бумажке, которая наклеена на настоящий номер. Я так, видно, подал. И так назад проходил, раз назад машину посмотрел, что-то мне, какие там номера. С вами то же самое, заклеено, 62. Ну, что-то не то, надо было позвонить. Ну, за что, сразу позвонил, в лице его. В подвале обнаружили три 50-килограммовых мешка и таймер, заведенный на 5.30 утра. Лежало три мешка, центральный был надрезер. На двери лежали птицы электронные. С уходящими внутрь проводами. Я погрузил туда руки и сходим, там начали вытаскивать. Вот фотография этого устройства, сделанная на следующий день. А анализ содержимого мешков показал, что это мощное взрывоопасное вещество гексоген. В ту же ночь рязанская прокуратура открывает дело по статье 205 организации теракта. 1200 милиционеров и военных бросают на поиск подозреваемых. Их фотороботы расклеены по всему городу. На следующий день рязанская милиция выходит на след террористов. Телефонные станции Рязани работают в особом режиме. Телефонистка Надежда Юхнова перехватывает подозрительный разговор с Москвой. Набранный номер начинается с цифр 224. Это АТС обслуживает штаб-квартиру ТСБ. Определить квартиру, с которой звонили, было несложно. Рязанские правоохранители готовились к задержанию. Но неожиданно позвонили с Москвы и протрубили отбой. Рязанскими террористами оказались сотрудники ФСБ. В это время в Москве происходит что-то странное. В один и тот же день, 24 сентября, с разницей в полчаса, в том же самом месте, два члена правительства делают противоречащие друг другу заявления. Есть положительные сдвиги. Об этом, в частности, свидетельствует вчерашнее предрежащение взрыва жилого дома в Рязани. Но тут же руководитель ФСБ Николай Патрушев опровергает своего коллегу. Не был взрыв, во-первых. Во-вторых, не предотвращен. И думаю, что не совсем четко сработали. Это было учение, там был сахар. Взрывчатого вещества не было. Московские спецслужбы ставят своих рязанских коллег в неловкое положение, заявляя, что те перепутали обычный сахар с гексогеном. Я погрузил туда руки и тихоньку начал вытаскивать. Но как рязанские правоохранители могли не знать об учениях ФСБшников на своей территории? Вопрос до сих пор открытый. Планировалось провести на территории всех субъектов Российской Федерации силами милиции, Федеральной службы безопасности крупномасштабную операцию под условием названия «Вихрь антитеррор». Подписали Патрушев и Рушайев. В мешках был сахар, а детонатор – муляж. Официальную версию поддержать сложно было даже людям, занимавшим самые высокие посты в спецслужбах. Я, например, так и не понял, почему же потребовалось два дня для того, чтобы объяснить миру, что это учение. Ну, честно говоря, просто это необъяснимо. Этого человека в Рязани до сих пор считают героем. Именно он увидел подозрительных людей у подъезда своего дома и вызвал милицию. Он видел, что было в мешках. На сахар совсем не похоже. Я эти мешки буквально в трех метрах, когда они лежали. Они напоминали, я не знаю, может, не гексогены, что там такое. Было желтоватого цвета, во-первых. И такой мелкий-мелкий, как, скажем, дермишель, такой порез, какие-то вот такие гранулы. Руководство ФСБ со всех сил пыталось скрыть связь рязанской истории и с состоявшимися сентябрьскими терактами. Гексогена там вообще не было. И, кстати говоря, если возвращаясь к взрывам, которые произошли в Москве и в других городах, там гексогена тоже не было совершенно. И опять прокол. Ранее руководители ФСБ утверждали совсем иное. Речь-то дошла именно о взрывах в Москве. Появилась новая у нас информация о том, что обнаружены элементы гексогена и тротива. Это уже говорит о том, что действительно взрыв произошел не случайно. В тот момент, когда в Рязани готовились уже к задержанию террористов, когда были определены люди и места нахождения, в этот момент Патрушев заявил, что в Рязани проводились учения. Так что попытка объявить сорвавшийся террористический ант учения, публично озвученное самим Патрушевым, это, конечно же, указание на то, что теракт в Рязани готовился безусловно, сведомо Патрушевым. Для того, чтобы начать настоящую войну, надо было повоевать в тихую и по чужим именем. Рязанское дело старались быстрее замять, обклеив грифами совершенно секретно. После этого эфира на тогда еще независимом НТВ Путин объявил еще одну тихую войну. Войну в свободе слова. За первые годы своего правления Владимир Владимирович усмирил все центральные каналы страны. Теперь там нету больше другого мнения. Война в Чечне сделала Путина президентом. На фоне победы над группировками боевиков его рейтинг вырос чуть ли не до 90%. Запуганный террористами народ видел в лице Путина своего спасителя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова